Все вот, буквально вот это делали, я сейчас вам скажу, 30 декабря, 30 декабря, ну вот уже все выломано. Этот забор должен был преграждать путь пешеходам через железную дорогу, там где ходить запрещено. Впрочем, для многих это кратчайший путь от торгового центра до жилого комплекса «Солнечная система». А еще место, где прохожие повадились оставлять продуктовые коляски прямо на рельсах. На этом участке перегона сходней Химки машинистам часто приходится останавливать составы, проверять целостность фонарей поезда после столкновения с посторонними предметами. Из-за этого сбивается расписание. Опоздание поезда, это уже является ущербным. А этот забор находится в двухстах метрах. Одну из секций вырвали прохожие и выбросили в канаву. Буквально до нового года, 30-го числа. Ее просто-напросто выломали и за 100 метров отнесли. Здесь металлическая конструкция стояла на пути в промзону. Скажите, а вы там работаете? Да. С работой идете, да, здесь? По словам главного инженера Октябрьской железной дороги Сергея Родионова, на участке перегона сходней Химки примерно 15 таких опасных зон. В прошлом году под колесами поездов в округе погибло 4 человека. Заборы ремонтируют регулярно, но хватает их ненадолго. Хватает буквально на сутки. Потому что и здесь и охранное предприятие у нас, Драбант как бы патрулирует. Но пока это не приносит нам желаемого успеха по борьбе с людьми, которые у нас данные заборы повреждают. В перспективе на участке от Крюкова до Москвы планируют установку видеокамер и тепловизоров. Поможет ли контроль на путях убедить людей не рисковать жизнью, пока не ясно. Однако проблема решится точно, когда здесь появится переход. Его вместе с железнодорожной платформой власти обещают уже к 2021 году в рамках строительства московского центрального диаметра.